Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы с вами кушаем, как вы уже поняли, мукбанг. У нас мясные такие корзиночки. Внутри здесь мама сказала горох. Я пробую впервые, решила внести некое разнообразие, так скажем. Также здесь у нас помидорки, брокколи и вот такие вот круассаны. Или как? Эклеры. Точнее, эклеры они называются. И давайте приступим. Здесь куриное мясо и мама снимала видео, очень интересное. Господи, у меня все разваливается. Кто мне написал? Кто-то написал, я даже не знаю, кто это. Очень вкусно. Хотелось бы вам рассказать о моих впечатлениях про Самиру. Мне оно очень понравилось, как вы уже поняли. Я удивилась, как много хороших комментариев. Как много добрых людей среди моих подписчиков. Это, конечно, круто. Я решила приглашать интересных гостей и делать интересный контент. Просто проблема в том, что у меня русскоязычный канал. Но я живу в Азербайджане. Найти интересного человека, который говорит по-русски здесь, немножко проблематично. То есть, возможно, я знаю какого-то интересного человека, но факт, что он стопудово будет говорить по-русски и будет согласен снимать видео, немного проблематично. С Амирой было просто. То есть, частая проблема, когда я зову гостей, они не едят на мукбанке, просто болтают о том, о сём. С Амира спокойно могла совмещать и еду, и разговор. Вела себя очень спокойно, уверенно. Некие идеи я вообще даже черпаю из комментариев. Одна девушка написала, что теперь найди девушку, которая стала мужчиной. Есть у меня на примете один человек. Мне кажется, тоже будет интересно посмотреть на этого человека, послушать, о чём она говорит. То есть, хочу вынести какое-то разнообразие. Формат мукбанки мне очень нравится. Ну, когда приглашаешь просто обычных гостей, это, конечно, интересно, но интереснее позвать вообще неординарных личностей. И, например, можно позвать девушку, которая набрала, например, 700 баллов. То есть, максимальный балл. У нас обычно это бывает в году два человека, каких-то супер-вундеркинда. По-моему, в прошлом году никто не набрал 700 баллов. Мне лично было бы очень интересно послушать, как она сумела набрать такие баллы. Мой парень, например, набрал почти максимальный балл. Прикиньте. Я в шоке. Я набрала в три раза меньше, чем он, но я поступила. Для меня было это из ряда фантастики. То есть, такие высокие баллы, я думала, это нереально. Ну, он, естественно, ходил по репетиторам, занимался, но зато поступил на бесплатные. Я училась на платном отделении. Платила 3 тысячи долларов. Нет, на нынешние деньги это получается 2,5 тысячи долларов я платила, прикиньте, за год обучения. Вот такую вот котлетку приносила в универ, что вот оплата за обучение. Очень вкусно. То есть, хочу приглашать людей, которые чем-то отличились. В хорошую или в плохую сторону. Неважно. И тут через 5 лет у Айки такая передача, как пусть говорят. Шучу, конечно. Так что, если вы тоже чем-то отличились, можете рассказать какую-то сокровенную тайну или что-то такое суперинтересное, пишите обязательно на мой пиар-аккаунт Айка Эмили Пиар. Да, моя помощница с вами пообщается, даст мои контакты. Мы с вами встретимся, снимем видео. Я думаю, должно получиться интересно. Все принесла, салфетки не принесла. Пригиньте, села снимать видео. Чай у меня, кстати, с гвоздикой. Я просто обожаю. Он такой душистый, ароматный. Кстати, история с этими эклерами. Сейчас вам расскажу. В общем, когда Самира была у нас, я захожу на кухню и смотрю, что на столе лежат эти эклеры. Ой, думаю, как хорошо. Сейчас как раз с Амирой попьем чай с эклерами. Я даже не подумала, откуда они. Откуда. Не могли же они с неба упасть. Я потом мама купила, наверное, нам к чаю. Беру эклеры. Иду, значит, пить чай с Амирой. Там обсуждали, то, сё. Потом мама спрашивает меня, Айка, почему ты не спросила, откуда эти эклеры? Я говорю, в смысле, откуда? Из магазина. Она мне такая, прежде чем взять, спроси хотя бы, для чего куплены. Я такая, в смысле. Мама мне объясняет, что, оказывается, эти эклеры принесла моя подписчица. Ещё принесла вкусняшки для Твикса. Это она принесла как раз-таки в тот момент, когда я снимала видео с Амирой. Я спрашиваю маму, хотя бы спросила, как зовут, что, как, отблагодарить. Мама говорит, не знаю. Что-то я, говорит, не додумалась, даже растерялась. Реально, мне так неудобно, когда мне что-то дарят. Особенно подписчики. Мне, конечно, безумно приятно, но я чувствую себя должной, что ли, как-то так. Давайте немножко поотвечаю на вопросы под видео. Здесь девушка пишет, такое ощущение, что на видео с Амирой ты очень неловко себя чувствуешь и смотришь в камеру, а не на нее. На самом деле, вообще, когда при съемках люди не сидят и не смотрят друг на друга. Мы обе должны были смотреть в камеру. Но я забыла предупредить Амиру. И она в разговоре смотрела на меня. Но вообще предполагалось, что мы обе будем смотреть в камеру. Не могу сказать, что я прям так сильно неловко себя чувствовала, но какая-то нотка волнения была. Потому что в повседневной жизни у меня никогда не было таких подруг, друзей. таких неординарных личностей. Возможно, у вас в России много таких людей. У нас мало и как бы они не на виду, можно сказать. Многие скрывают о том, что у них такая ориентация и так далее. Что они представители ЛГБТ, например, они скрывают тщательно. Зачем они это делают? Просто потому, что общество пока что не понимает таких людей. Осуждает, оскорбляет, чтобы в лишний раз не слышать в свою сторону какое-то оскорбление. Люди предпочитают просто не заявлять о себе. Был у меня один знакомый. Я не могла до сих пор понять, он действительно гей и скрывает это. Или он натурал просто такого характера. Напрямую спросить я всегда стеснялась. То есть мне всегда казалось, что если я спрошу, я этим обязательно обижу человека. Поэтому никогда не спрашивала. Стеснялась. Потом один раз он мне написал, что мне надоела такая жизнь. Мама говорит, что вот найди себе девушку. Я не хочу. Я не хочу семью. Почему меня никто не понимает? И тут опять же я хотела спросить в чем не понимать? Почему ты не хочешь семью? Тебе вообще девушки не нравится? Я всегда стесняюсь лезть кому-то в душу со своими тупыми вопросами. и до сих пор у него нету девушки. Сколько времени прошло? Ну, конкретно он никогда не говорил, вот я гей, я такое, хотите принимайте меня, хотите нет. У нас просто так не принято. у нас как бы люди это тщательно скрывают. Хотя такие люди есть. Просто это жизнь. есть. Маме, я видео снимаю решила вернуться в гостиную надеюсь что это видео вам понравилось это было супер вкусно ближайшее время будет рецепт но он скорее всего будет в сообществе если вы заглядываете туда вы наверняка знаете что все рецепты я выкладываю как только они появляются на айкуке выкладываю еще и в сообщество